Застаться у городе улетку и провести час корыстно и весело. Такую макшимость дает своим наведывальникам Центр инклюзивной культуры в Гомеле. Его супрацовники клопотятся про вольный час детей на каникулах, а так само створяют максимально безопасные умовы для занятков. Центр наведала Ганна Корольчук. У Центра инклюзивной культуры працует 25 коллективов, у которых занимается около 500 человек. Ведомо за эпидемиологичной ситуацией, установе пришлось искоротить колькость занятков, и многие из их перешли в онлайн. Так, например, у социальных сетках Центра заявилися видеоуроки по танцах, малювании, жонглировании, забавляльные флешмобы и казки для детей с инвалидностью по слуху. Зарядку он делать не стал. За него зарядку суслик делал. А самому хаме лень. Сделай, говорит, за меня заряд. А сам лежит под кустом и смотрит. Однако с надыходом летних каникулов пытание занятости детей в городе стало приоритетным. Супрацовники Центра инклюзивной культуры постарались изробить свои занятки максимально беспечными и комфортными. А теплое надворье дозволило частку с их перенести на улицу. На пляцовце Каля Будынка с детьми займаются хореографией. На Лужку-Побач проходит пленэр. Перед центром юные вучни театра «Клоунады» и «Пантомимы Бесслоу» займаются пластикой и учатся кататься на моноцикле. Я занимаюсь «Клоунадой Пантомимы» уже три года. На протяжении этого времени мы выступали на многих международных конкурсах, где занимали призовые места, заводили новых друзей и представляли Центр инклюзивной культуры. Во время летних каникул, когда невозможно никуда уехать, для нас Центр инклюзивной культуры – замечательная альтернатива. Здесь не бывает скучно. Мы проводим время весело и с пользой. Мы развиваемся и насыщаем наше лето позитивом. Здесь мы понимаем, что нет ничего невозможного. Каждому можно учиться жонглировать, ходить на ходулях, ездить на моноцикле, выступать на сцене. И главное – дарить людям улыбки, позитив и праздник. Групповые занятки по жестовых спевах сменили индивидуальными. В этом есть певный плюс. Так, каждому ученю надается больше уваги. Микита Лашкевич занимается тут уже пять годов и спонять тренировки в летку не хочет, чтобы не тратить форму. До речи, бавят часы в Центре не только дети, а и дорослые. Петр и Татьяна Шалимовы занимаются в Народном театре мимики и жесты инклюзион. Не глядячи на взросл, муж и жонка выбирают активный отпочинок. Ездят на дачу, а в городе ходят на репетиции. Все лето и они святкуют творчий юбилей. 50 годов на сцене. У нас разнообразные занятия. В свободное время ходим на репетицию, а в летнее время на тачу. А так все время в спектакль ходим, тачуем. А в первые годы мы спортом занимаемся. Стараемся быть в курсе, чем дома сидеть. Лучше попроедить в коллективе, пообщаться. Жизнь более интересная. Недавно у театра инклюзион з'явились новые керавники. И разом с имей семья Шалимовых рыхтует свой юбилейный бенефис, который пройдет в вересне в Международный день глухих. В летку Центр инклюзионной культуры пропонует всем жадающим долучиться до своих занятков на улице бесплатно. Можно хоть всей семьей. Подробязную информацию шукаете в группе установок в социальных сетках. Ганна Краильчук, Александр Харлампо, Телерадо, компания Гомель.